так ну о чем мы поговорим как дела ну в целом неплохо да знаешь закрыл в вове контент вот наверно сделаю перерыв от вовки до следующего контента этого классик пока классика ну или данжи в бк был да начинал да начинал но я много я почти весь сет скрафтил там этот ну короче ты 0 с половиной называется там короче знаешь чем проблема близ и открыли много серваков но русские открыли 1 и потом сказали что чё-то типа короче чё-то они там пропизделись и все ушли на европу и короче на русском серваке очень мало народ было настолько для пиздец мало было то есть если на первой фазе ну короче не с кем играть там мог данжи искать там целыми днями один танк до себя либо заранее суд либо ты с чуваками со своими играешь но без своих чуваков ну я конечно находил данжи и оделся но как бы все равно я понимаю что остальные люди очень сильно страдали кто ну скажем так не очень расторопный они прям не могли тупо найти пати вот эта проблема а в бк классик первая фаза была ну неплохой потому что там были ну типа данжи ты одевался по данжам потом ты шел в рейды в рейдах был мактеридон игру они такие ну не ну типа неплохие по сложности были ну типа и такое окей потом вышла сска это святилище нак которое было мне понравилось очень по сложности плюс кель там было это уже крепость буря ну только еще два рейда было открытых они там было где-то по в одном 5 боссов в другом 4 и мне прям сложность понравилась а потом вышла вот эта фаза с или данном и ну я не знаю мем или нет но мы почти всех боссов типа с первого раза убили по моему мы на матушке шажрах сделали там 15 или там ну меньше двадцати пулов и на или да не на ласт боссе который должен быть супер сложным короче сделали столько же типа меньше десяти пятнадцати пулов а в сска например вайше мы сделали там 50 или 60 попыток чтобы убить первый раз и потом каждый раз когда приходили у нас уходило по много попыток тоже босс был сложный он требовал там максимальной координации от всех вообще а или дан такой боя я не знаю как близзы но типа я просто же не я не играл бы к то есть я играл бы к я видел только каражан и ну в свое время же играл еще в классике до этого то есть я увидел только каражан и увидел еще один рейд то есть да я не дожил скажем так я был молод вот и тогда я пвп интересовался там пвп гир и все такое в общем на бага ходил аренил вот таким занимался вот слов к показали ну не завязал как бы будем ждать самого ну я же прошел весь контент правильно вот я много поредил ну плюс скажем так 600 рублей 650 в месяц это дороговато для меня если честно постоянно платить на самом деле в год это ну прилично уходит если так на 12 умножь и у тебя уже сумма приличная вот а можно ведь игры в стиме покупайте по скидкам но из-за этого на самом деле я не покупаю игры в стиме в этом проблема а хочется и новые игры стиме покупать вот и если вот если уж быть прям максимально честно с деньги есть но нет нет вот хочется его знаешь чуть-чуть задонатить и в геншин хочется задонатить и в стиме пары игр купить и ну типа ты еще и вов хочешь проплатить ну как бы понимаешь что это как бы может быть так 600 рублей это немного но когда ты как бы везде пихаешься у тебя в любом случае в какой-то момент если ты не супер богатый человек а ты упираешься в то что ты не можешь везде и все купить вот я примерно в этой ситуации мне даже сказали типа следите давайте мы проплатим ты будешь играть вот ну я сказал что типа но вы же не будете мне каждый месяц так оплачивать и в общем я отказался хотя было предложение интерес давай перейдем к ним и или чё ты еще смотрел кроме аниме возможно давай начали обсудим то что я всегда быстро смотрю в целом даже не знаю минусы вот сложно мне описать то есть целом для меня разом быстро хочу все посмотреть то это для меня значит успешное аниме я тоже знаешь вот я скачал ну вот во-первых я полазил по интернету посмотрел там типа топ аниме загуглил короче посмотрел челиков которые там типа вот 10 лучших аниме и у всех знаешь списки довольно таки сильно отличались я взялся у каждого по десятке из того что мне стало интересно ну у них частично тайтлы конечно пересекались вот потом взял world art на world арте зашел короче посмотрел тупо список потом везде короче понатыкал понаскачал везде первых серий короче посмотрел ну я во первых не смотрю обычно первую серию смотрю несколько серий там три серии смотрю чтобы ну потому что по первой серии но не всегда бывает понятно типа хорошо не хорошо вот и вот некоторые аниме я прям сразу залпом проглотил а некоторые ну плюс-минус вот хорошо пошли прям сразу цельником смотрел вот и от такси вот одно из того что прям я посмотрел сразу залпом наш включил первую серию такой вот это интересно как тебе концовка нормально я так понял продолжать будет да будет полнометражка ты прав я думаю она закончит сюжет уже полностью скорее всего да 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 будет полнометражка ты угадал убийцу сразу или нет я не они 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 столько подсказок оставили короче в смысле нет потом-то когда ты начинаешь пока нет нет я не пересматривал но вообще если ты начнешь пересматривать я тебе точно говорю ты во первых когда ты пересматриваешь что любое произведение ты более внимательно и больше на детали начинаешь на мелкие детали начинаешь обращать внимание и я эти детали себе конечно подмечал какие-то да то есть у меня было понятно что там это не убийца это не убийца это не убийца но в аниме использовал знаешь такой прием он называется прием ненадежного рассказчика это когда как бы ну ты понимаешь да о чем я говорю то есть главный герой он как бы у него дома кто-то сидел да он с кем-то разговаривал и нам вот этот момент не показали полностью кто там сидит ну наш герой то видел с кем он разговаривал но мы как зрители это не видели и я не понимал то ли наш герой-убийца то ли блин этим мафию ну тот чувак который там группой заведовал там то ли тигр то ли кто такой был полосатый то ли он убийца то ли еще кто-то убийца то ли это макака убил короче и ты просто вот у тебя просто мозги вспыхали в какой-то момент кто же ее убил а потом получилось так что вот эта группа idol которая выступала там же была получается подмена кошки произошла да и нам это долгое время не говорили и и мы не понимали кто и ну я понял что сразу что кто-то из этой айдол группы до умер сначала даже непонятно кто был умер да это и это скрыли как бы и вот они постоянно в напряжении тебя держали в непонимании того во первых кто умер сейчас секундочку смотри мне звонят да нормально свалился уже положил так так я тут я тут вот на чем я остановился то что они держали в неведении да 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 они держали в неведении вот это прикольно было то что они вот знаешь интригу постоянно сохраняли вплоть до последней серии до последних там момент секунды я такой блин да как это же самый очевидный убийца может быть боже мой да как они это провернули на самом деле много микро подсказок было и концовка когда мы видим ну то что мы видим не будем спойлерить меня очень поразило особенно последнего момента аниме совсем понятно было все вспомнил почему он сразу полиции не сказал о том то есть он лежал в больнице он сказал типа ладно я скажу полиции в самом конце подожди он тоже не догадался же не догадался он же вспомнил он же вспомнил кого подвозил а вспомнил а почему ты имеешь ввиду он не сказал полицию ну ты видел какие полицейские там были ну да но это комично с одной стороны с другой стороны в больницу обычно полиция приходит и нет мне кажется в его вот опять же если посмотреть тот мир который у него изначально был но имеется такой животными и потом когда он уже попал ну испарился скажем так сегодня дуга эти миры все равно отличались как я понял по ощущениям что он был более комичный что ли какой-то мир у него был все равно даже в фантазии в его фантазии он был другим совершенно с точки зрения животных как-то по-особенному себя вели в его фантазии опять же но возможно возможно а уже в реальности как бы мне кажется они все-таки более человечество понятно да я согласен с тобой и поэтому не знаю вот этот момент почему полиция не пришла к нему в больницу не спросил почему он на машине сиганул а и вот этот до момент и почему он вообще в такси сел без всяких айтих да он же потом уже сказал а ладно я скажу это полиция он так сказал там фраза такая была типа и я такой думаю блин а почему он не сказал и дальше продолжу работать немножко вот это недопонимание для меня этого но в целом как бы ну где-то они не знаю короче надо смотреть продолжение может продолжение будет логичнее вот это может быть нам спустя какое-то время нам же не объясняется . последняя сцена может быть вообще оторвана от повествования в плане временном может быть нам через какое-то время покажут а фильм начнут с того что там с ним полиция разговаривает или еще что то так что мы мы не можем сказать однозначно может они не зафильм просто они такую затравочку дали для фильма но по факту что там дальше произойти может и как ты думаешь фильме они уже будут животными не ну вот этот прием он очень классно на самом деле был особенно на фоне знаешь того что сейчас выходили несколько произведений и в американском продакшене это там типа голос или как-то зверопой 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 был а потом еще был анимешка про зверей тоже бис да да но на этом фоне я думал что это как бы проходим жанру нет а на самом деле с первых секунд как начал смотреть я понял что произведение хорошего это на самом деле ощущается не знаю какие-то микро моменты может это какой-то чуйка ну прям пару там буквально фраз кадров и такой блин атмосфера да атмосфера и потом мне понравилось знаешь еще что в аниме как они обычных людей их мотивацию прописали вообще очень хорошо все персонажи прописаны оказались раскрыли все главных персонажей они раскрыли правильно и уместно я тебе говорю чувак который режиссер плюс сценарист и представляешь это первая работа этого режиссера это удивительно это очень удивительно ну по крайней мере по варлдартов сценарист там что-то еще до этого делал сценарист сейчас посмотрим что делал да что-то снимал кстати тринадцатом году эти снимал фильмы мангура даже ну короче чувак этот хорош хорош ну мне тоже понравилось вот такси так для меня лично это лучший сериал прошлого сезона из того что я посмотрел я на самом деле не так много смотрел как но я смотрел самый рейтинговый блин пока это на топлив не однозначно тем более это новый сериал не продолжение чего-то там из новых наверно да я согласен а как тебе еще что смотрел из 21 года посмотрим номер но реинкарнация безработного ты точно смотрел а да 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 это монотов только как я вчера на то листал первое всего мне очень понравился рекордация второй немножко сдулся конец совсем меня разочаровал не во первых знаешь не понравился наверно бог который ему появлялся и давал подсказки чего делать это знаешь как будто ну я не знаю это выглядело как рояль в кустах да иди туда потому что там хорошая случится делай так потому что это хорош это как будто не главный герой принимал решение в реинкарнации как будто за него бог уже решил а он такой а ну кстати да а главный герой в конце так делал а потом говорил ну да 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 это типа хороший вариант оказался там сидела в целом мне понравилось эти составляющие сериала чего стоит эльфийка которая со всеми я с этого очень жестко умирал или когда он трусы на себя напиливал это наверное было прикольно то что вначале они интересно включили его в этот мир да с рождения и там хорошая прям это и тройничок там был между его мамой и его жанкой и папой жестко мне я я сначала подумал что он соберет себе пати девочек ну я я представлял так типа он сначала с этой замутил и отправил там на учебу потом думал она к нему присоединиться вот но оказался неправ в итоге он с девочкой ходил которых каштановые волосы и не забыл сейчас подожди как ирис ее звали там была рокси это я ее запомнил кашина магичка была потом ну во первых мне непонятно зачем нам нам по сути вот это вот параллельно рассказывались истории да то есть нас есть история мэйн где он наш главный герой ходил по по сюжету своему там вместе с получается серис остальные например сюжетная линия рокси она была отдельно сама по себе и она как бы пересекалась она видела там кого-то из отряда нашего главного героя но в итоге не присоединялась к ним или как-то обходил их или боялась или еще что-то происходило я думал я думал что по сюжету они должны когда-то уже пересечься они все не пересеклись вот ну и концовка конечно второго сезона меня просто не знаю у меня пукан прям сразу сгорел от логики персонажей создатель такой были надо что-то крутое в конце сезона нет так нам нет я думаю что это было так так типа эту тяночку мы уже посмотрели а вот следующем сезоне у нас будет другая тяночка а эта тяночка пусть пока отдохнется я не знаю как это еще объяснить потому что ну можно было ну хочет он их разлучить и хочет да ну похрен с ним но это же можно как-то лучше мотивировать правильно допустим она нашла учителя там и они с учителем идут там куда-то тренироваться еще что-нибудь ну я хочу стать сильнее чтобы тебя защищать но нам нужно расстаться не знаю эта мотивация меня просто бомбанула ей же просто ничего она могла ходить с главным героем и также типа прокачиваться и улучшаться разве нет по идее да вот поэтому я тоже не понял на самом деле зачем они так сделали я понял зачем они так сделаны мне не понравилось мотивация плохая очень плохая что мне понравилось очень красиво магия прорисована как те вообще рисовка я вот заметил что в последние годы они мы очень красиво нарисована прям визуально они особенно вот знаешь даже может быть не сами персонажи как у сколько красиво нарисовано а вот сколько эффекта красиво нарисовано это просто заглядение рисовка хорошая у меня есть ощущение что прям на уровне полнометражек да 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 но не искусственный интеллект уж но что-то да облегчено но эффекты вот посмотри старые аниме как там рисовали вот эти всякие сполы и сейчас они настолько красиво выглядят эффекты магии особенно что еще смотрел смотрел тебя бессмертный как называется для тебя бессмертный нет наверно нет не смотрел а про перерождение в слизь ты смотрел да сейчас обсудим вот сериал можете себе забрать он принципе тоже а я посмотрел одну серию кстати я понял тебя я сначала я первую серию рыдал хвост сори я дары дал плакал в прямом смысле не понравился ли ты не понравился не понравился я плакал мне обидно за мальчика было первой серии ну я не знаю тяжело да тяжело смотреть для тебя бессмертный да я просто японское название знаю поэтому я это ты можешь быть там знаешь а я знаю эту ее тернити да теперь-то это переводится для тебя бессмертный или фумицу но она т.к. она т.к. она т.к. я не знаю как она там читается я ну дальше там конечно будут жестокие сцены но в целом как бы наверно с первой серии наверное одна из самых таких ну да я прям посмотрел мне стало плохо я такой не я посмотрел он у меня скачан я как бы заметочку поставил да как тебе слизь ну ка мне ваше мнение интересно о моем перерождении слизь да да первый сезон назначен был хорош так насколько я помню второй и третий вышли же да нет второй там второй разбит на две части тв2 вам по сути часть 1 часть 2 я кстати во первых меня бесит что за хрень почему уже не первый раз кстати вот например атака титанов также сделали то есть тв3 там часть 1 часть 2 резерва тоже сделали часть 1 часть 2 это что за издевательство неужели нельзя просто целиком сезон выпустить в общем я с этого подгораю потому что матором так сложнее его искать приходится в два раза больше скачивать странно на самом деле может быть эта пандемия внесла свои коррективы и они сложнее сразу сподряд может там какие-то типа честно скажу вот мне слизь это очень сильно расстроил сериал я не знаю проблем у него в самом деле очень много начнем с того что это типичный исекай которым главный герой набирает там миллион способностей и начинает одну способность за другой открывать у нас вообще нет никакой логики как эта способность появляется она просто появляется просто потому и потом они просто миллиард персонажей наплодили вот это просто жесть какая-то вот это главные вообще проблемы всех иссякаев и в какой-то момент главного героя зовут по-моему римуру они настолько часто это говорили что я помню его зовут римуру и они все время его превозносят он что-то какую-то маленькую блин хуйню сделает а о боже ты бог и я не знаю это прям может на протяжении там нескольких серий они могут ему молиться это уже просто жесть как-то как будто они не знаю хронометраж на воспевание главного героя меня это прям взбесило в какой-то момент просто жестко но я досмотрел все вот из этого есть есть интересные есть интересные моменты замуты и в целом конечно ну типа очень-очень такой среднечковый аниме там баллов на 6 максимум все что я могу дать а если еще учесть что у него там есть всякие спин-оффы которые как летние пляжные там серии всех такое которые даже не смотрел и не планирую смотреть ну фан-сервисный есть сон еще какой-то я в курсе но я тоже не смотрел не планирую вот ну мне в первую очередь сюжет интересен вот поэтому мне первый сезон тоже понравился ну я так понимаю тебе первый же понравился да первый больше всего понравился да вот дальше по скажем так вниз пошла ну какая концовочка второго была неплохая но вспомните я смотрел как будто уже полгода назад короче там был он получил способности князя тьмы насколько я помню и с помощью этой способности он пошел на вечеринку князей тьмы где они там устроили небольшой махач и оказалось что тот чувак который изначально казался что самый главный враг который один из князей тьмы и мы думали что он все эти замуты делал а на самом деле он просто оказался блин слабаком пустышкой хост такой так можете это не смотрел я честно не помню реально не помню но я относительно недавно досмотрел поэтому посмотрим когда он выходил так он выходил в сентябре летом да но последняя часть тв2 часть 2 выходила в конце девят двадцать первое девятая двадцать первого года вот я говорю слушай а может я даже не смотрел а ты увидел как дракона он воскресил штормового ну помнишь он в первой серии он встретил штормового дракона поглотил его и получил его силу правильно это да ну короче и заключил с ним договор что он когда-то его воскресит и вот в тв2 сезон 2 он его воскресил если что сейчас такой спойлер бумхоз такой блять я не смотрел так надо надо скачать может быть реально из-за того что они вот так разделили а второй фильмокорп ты походу прописал я тебе все нахуй рассказал не страшно я вообще по спойлерам несу все ладно давайте тогда обсуждение с Лизей закончим что ты еще смотрел например смотрел ли ты довольно таки захайпленный сериал называется Хори Мия гос такой вот кстати мне сериал ну не зашел но тебе он зайдет записывай Хори Мия ну мне кажется что тебе зайдет ты такое любишь так окей ну по описанию уровень неплохо кстати ну это его супер захайпленный сериал я наверно тоже его досмотрю но там есть чувак типа который не такой как все ну в плане того что ему нравится там уши прокалывать но от всех остальных он скрывается там своими волосами всякие такое вот потом встречать девчонку в школе ну это это романтика повседневность наверное комедия вот как то так отношения людей мне кажется тебе такое супер заходит не может быть я не прав не может на самом деле раньше посмотри посмотри сейчас я в последнее время про все что связано со школой я вообще не пытался смотреть и не заходил что то уже как то может а смотрел ли ты аниме м м м тоже исекай кстати знаешь я я немножко отвлечу всех фат истекаев а когда мы в последний раз с тобой так так яростно обсуждали аниме это было кстати лет 10 назад наверное после этого кстати не не разговаривали так много по поводу Ну, перекидывались, конечно, я имею в виду то, что советовали друг другу, но именно обсуждений у нас с тобой не было. Я хотел сказать, что за 10 лет аниме-индустрия в России в целом очень сильно изменилась. Я не знаю, заметил ли ты или нет, но у нас появились стриминговые сервисы, такие как... Где аниме у нас уходит? Ну-ка, три больших кита! Сможешь ли ты их назвать? Так, один. Ну, это легко, Флост. Если ты смотришь аниме, то ты должен знать, какие три больших брата есть, на котором выходит аниме на русском языке, официально, у нас в России. Три больших брата? Три больших брата. Ну, у них есть русские, русские, там всё на русском. Ну, Netflix, там иногда озвучка, иногда с субтитром, но в целом русский язык есть. И есть ещё два стриминговых сервиса. Crunchroll. И Vakonim. Если я ещё Crunchroll слышал, то третьего Vakonim я вообще не слышал. Ну, на Vakonim как минимум выходит, например, Клинок, Рассекающий Демонов. Ну и вообще, там, он не единственный сериал. Ну вот, я тебе рассказал. Там есть подписка, да? Ну, я не знаю, сколько она стоит, если честно. По-моему, около 600 рублей или 350. Может, 300. Crunchroll это стриминговый сервис, да? Да, который в России запущен, наверное, во всём мире. Ну, во всём мире и в России в том числе. Ну, почему я про них не слышал? Я не знаю, это большой вопрос. Я просто не на стримах смотрю, но имеется в виду. Не, ну... Ну, во-первых, там... Нет. Во-первых, там есть в 480p может любой смотреть. Любой аниме с русской озвучкой в 480p плюс с задержкой в одну неделю. Но если ты платишь 350 рублей, по-моему, в месяц, ну или там... Ну, короче, такая, 350-600 рублей в месяц, если ты сразу много месяцев получаешь, там, скидка. Ну, в общем, суть примерно такая. И ты получаешь доступ ко... Ну, когда там есть вся библиотека и все выходящие сериалы, которые выходят. И что хорошо... Ну, во-первых, серия выходит через час после Японии. Серия выходит сразу с субтитрами. Если... Ну, там, часть проектов, большая часть, скажем, большая часть проектов дублируется. И, скорее всего, ты должен был увидеть на торрент-трекерах дубляжи русских сериалов. Видел ли ты? Хорошо, вопрос такой. А я, наверное, не видел, потому что я не смотрю же в озвучке. Я понимаю, но озвучка... Я понимаю, я аналогичная. Но на торрент, когда ты скачиваешь, там лежат файлы русские. И с папочками особенно называется. Ваконим, кронч-ролл. Блин. Вот теперь ты, кстати, будешь обращать на это внимание. И на торрентах этих папочек... Ну, я что хочу сказать, что там довольно-таки качественный дубляж. К чему я веду? Значит, ты из современного аниме в дубляже вообще ничего не посмотрел. Но я для интереса включал. Я вообще люблю субтитрами смотреть, поэтому для меня, конечно, фиолетово. Но иногда, когда дубляж качественный, можно и посмотреть. Поэтому некоторые сериалы, я половину сериала или пару серий я даже в озвучке послушал. Она нелюбительская, профессиональная, дублированная. То есть ты японский вообще не слышишь. И мальчика-мальчика озвучиваю, девочек-девочек. И там даже несколько актеров. То есть на каждого это... Довольно-таки хорошо. Оба стримингового сервиса. Но проблема для меня лишь в том, что их три. Понимаешь? Вот если бы был кит один, и можно было бы один раз там 500 рублей в месяц платить. И смотреть все в одном месте. Тогда бы я, наверное, платил. Но проблема, что их три. И они... Ну, там тайтлы не пересекаются. Правильно сделать, на самом деле. Правильно. Чтобы в три раза больше денег, да, получается? Нет, с зрением маркетинга, правильно. А так-то, да, было бы удобно, чтобы в одном месте все было. В этом плане, кстати, на YouTube подписку на днях опорим. На YouTube? Да. А что там на YouTube? Какая-то бесплатная. Фильма? YouTube? Нет, не фильмы. YouTube-контент. Ага. Ну, чтобы рекламы не было, и что там еще. У меня тоже нет рекламы на YouTube. Нет, понятное дело, чтобы я какой-нибудь плагинус поставил. Вот. Ну, смотри, на телефон есть... На телефон есть... На телефон есть АПК-приложение YouTube Вансит, что ли, как-то так называется. Да, да, мне было так. И он избавляет... Ну, потому что невозможно рекламу смотреть, я не знаю, конечно, как обычные люди там живут. Не, я понимаю, что, скорее всего, что все люди, они болт клали на эту хуйню, и они видят все сайты с рекламами. Удачи им, конечно, но я уже с... Блин, лет 10 назад, как эти отблоки все настроил, и у меня вообще нет никакой рекламы, ни на Twitch, ни на YouTube, нигде, и мне живется хорошо без рекламы. И хочу и дальше дальше продолжать жить. Нет, у меня тоже отблок стоит. На телефоне я Вансит ставил, но у меня он что-то переэдот глюкнул. Он глючит, и надо заново перекачивать. Ну, такие дела. Ну, да, да. Я, в общем, в какой-то момент забил на это дело, на телефоне я меньше смотрю, в принципе, контента, а до этого у меня стояло. Но я что-то решил попробовать YouTube подписывать. У меня потому что все на работе ребята, все с подписками, а некоторые даже с двумя подписками на YouTube, я охренел. Чтобы говорить, ну, на телефоне и там, говорит, и чтобы разные этот... Ну, то есть на телефоне он там по работе смотрит, а дома он смотрит чисто свой развлекательный контент, чтобы у него... Не пересекались. Да, не пересекались. И я такой, ни хрена себе, но народ по-другому, вообще-то, конечно, в этом плане живет. Я, кстати, на больничном пока. А, вот оно что. Вот почему мы с тобой созваниваемся в столь необычное время. Ладно. Кстати, нам, давай вернемся к аниме. А то мы, что, заболтались. Смотрел ли ты Исикай, я вот об этом говорил, о моем превращении в паука. Да, смотрел. Смотрел. Все посмотрел. Да. И как тебе? Такое ощущение, что немножко на девушек, что ли, ориентирован. Какое-то, наверное, такое ощущение. Есть такое, есть, есть, есть. Оно, это Исикай ориентирован на девушек. Но вообще, на самом деле, удивительно, почему они столько боев запихали в первые, там, ну, 8 серий, наверное, она просто бегает по подземелью и мочит всех мобов подряд и прокачивается. Наверное, первые 8 серий самые тяжелые оказались. Но, во-первых, там 3D-графика. Как тебе 3D-графика в этом аниме? Она выделяется однозначно. Качественно? Или тебе бесила она? Меня не бесила она. Меня тоже не бесила. Она хорошо сделана. Единственное, бросается в глаза то, что модельки персонажей тупо клонированы, их очень много. Хоть какой-то, знаешь, хотелось бы, чтобы они, допустим, взяли какую-то там условную макаку или там условного там этого. И когда они копировали, они хотя бы чуть-чуть там отличались. У кого-то там трава какая-нибудь, там, у кого-то там побито что-то там. Ну, хотя бы. Они просто вообще, знаешь, одинаковые болванки. Но в целом 3D очень качественные, да. Вот меня первый раз так 3D поразило. И за счет того, что они использовали 3D, очень экшоновые бои получились. Они прям даже, я бы сказал, они переувлеклись с экшеном. Слишком много его было. Ну, обычно же в аниме редко так снимают настолько много экшоновые хрени. Ну и опять, стабильная ситуация. Знаешь, это уже, мне кажется, плохой пример Исикаев. И когда у персонажа появляются способности, он начинает эти способности, знаешь, пачками обретать. И становится какой-то имбой лютой, да. Ну, тут вопрос имбови. И порой теряешься вообще в понимании, сколько там у него способностей. Да, апгрейдов, да. Они, проблема, да, вот, то, что они в какой-то момент с апгрейдами слишком сильно перегибают, и ты реально теряешься в способностях. В этом плане какой-то народу, допустим. Намного интереснее, да? Один какой-нибудь чувак с шаренганом. У него там чидери есть, допустим, да. Да, да. А у народа свой этот расэнган есть. И всё, как бы, и он там немножко апгрейдит, но в целом, как бы, понятно, какова у него способность. Да, и ты понимаешь, насколько он сильно там разыгровки делает, да, как он эти ловушки, обманки делает. За этим интересно следить. А здесь ты просто не понимаешь. Она использовала эту чидерную способность, это там, такой, чё, откуда? А потом, ты видел вообще полотно текста, когда обилки выкатывались, там просто полотно текста было? Да, да, да. В субтитрах. Это вон, и это полотно просто показывается на секунду. Если ты не нажимаешь паузу, типа, это нереально прочитать. Согласен. Мне кажется. Мне кажется... Вот знаешь, есть... Я немного отвлекусь. Вот есть, например, Хантер, да? Миллион раз к нему возвращаемся. Но в какой-то момент по сюжету Хантера они попадают в ММО-игру, да? Ты помнишь этот момент. И насколько интересно там было сделано, да? Там тоже были карты. У карты были свои способности, да? То есть карта что-то применяла, что-то делала. Но они часто их использовали. Ты понимал примерно, что люди могут сделать с картами, что они могут сделать с картами, как они работают. Нам это довольно-таки подробно рассказывалось. А не так, типа, одна способность используется вот только в этой серии один раз, и больше она, типа, вообще не используется. Да, я еще так и говорил. Ну, слушай, чувак, который продумал Хантера, он очень... Гений! Ну да, что-то близко к гению, потому что у них, мне кажется, больше времени было сюжет продумать. У него, вернее. Да, да, он же редко выпускал мангу, да, да, да. Поэтому он более детально все это продумал, и от этого сюжет становится более... Целостным, интересным, за ним интереснее следить, да. А здесь как будто вот реально просто вот эта проблема... Я надеюсь, что будущие Сикаи, которые будут выходить, они вот эти болячки уже, ну, исправят, потому что, ну, мне кажется, не всем зайдет паучок и вот этот слизь, который... Потому что это, ну, опять же, очень хороший сериал в пране. Ну, середнячковый, на 7, на 6 баллов, но не больше, ты им не дашь им. Ну да, согласен. Смотрел ли ты Резервы, еще один из Сикаи? Господи, когда же уже эти Сикаи закончатся? Я смотрел первый сезон, второй начинал смотреть, что-то я не... Не знаю, что-то я его дропнул, а потом увидел, что еще и второго сезона вторая. Да, 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 да. Так вот, длиннее, пока что-то... Ну, я вот так вот вчера как раз солистал, а я понял, что пока не хочу смотреть. Я посмотрел Резервы, потом... Первый сезон. Потом я посмотрел первую половину второго, и когда я ее смотрел, там был очень большой промежуток времени, и я... Мне было очень сложно, потому что, если честно признаться, Резервы довольно-таки запутанный сериал, да? Там очень много думать надо. То есть, в отличие от Паука или Слизи, где ты можешь... Ну, как... Где там супершаблонные персонажи, Резервы на самом деле очень глубокий сериал. А он очень сильно отличается от остальных. И в какой-то момент я понял, что я нихрена не понимаю этих персонажей. Они что-то там рассказывали о них, я должен это понимать. Но так как я очень давно это смотрел, я забыл, что было, и я вообще не понимаю персонажей. Вот к чему я пришел. И когда я уже посмотрел с большим промежутком вторую половину второго сезона, и я вообще не понял, я вот сегодня... Ну, я посмотрел где-то две или три серии, я понял, что я нихрена не понимаю, и чтобы мне понять, мне надо заново все присмотреть. И я понял, что я не готов это делать. Ты очень правильно сказал, на самом деле. Я вот... Прям вот эта логика... У меня тоже была такая же логика, я такой сидел, думаю, сейчас надо начинать смотреть. Я смотрел, я помню главных героев, а остальных я вообще уже не помню. Я думаю, ну, реально надо будет либо первое всего пересмотреть, либо как-то... Либо ждать, пока он полностью выйдет резервы с финалом. Скорее всего, так как этот сериал довольно-таки умный в плане повествования, он очень требует... Вот знаешь, как такси. Вот если ты будешь такси смотреть раз в неделю по серии, да, ты реально запутаешься в сюжете, потому что у тебя совсем не будет целостной картины. И тут примерно то же самое. То есть мы... Я прихожу к тому, что придется резервы, походу, ждать полностью. Без вариантов. Он интересный, но надо его смотреть залпом, чтобы понимать, что там происходит. Да, да. Надо послушать. Ну, я тоже буду спланировать продавлять, может, у меня не горит этот сериал, скажем так. Согласен. Ну, давай дальше. Корзинка фруктов. Ну, я... Первый сезон был... Ты его посмотрел? Давно? Да, давно. Ну, это же не первый сезон, а... Первый... Это же ремастер. Это ремастер, да. Да. И первый сезон был в 20-м, вроде, когда сейчас посмотрю. Вроде бы. Ти-тык-тык-тык-тык. О, тут вообще получается 19-й, 20-й. Ну, в 19-м началось, в 20-м продолжилось. Ну, это вот 25 серий получается. Зимой было. Угу. И финалочка была в 21-м. Угу. Да, да, да. Я вот ждал, пока все выйдет. Вот думаю, начать смотреть или нет. Как ты советуешь или не советуешь? Я посмотрел первые серии 12, и, наверное, из того, что у меня знакомый сюжет, то есть, когда я его давно смотрел, было очень интересно. Но... Старый аниме-то меньше, да? Да, старый аниме. И немножко сложилось впечатление, что все же они немножко его... Ускорили? Да, перетянули наоборот. Да, смотрю, у тебя получается первый сезон, 25 серий, второй сезон 25 серий, и в третьей... 13. 13. Это же... Да, еще полнометражка там в уходе в 22-м. Вообще жесть. Полнометражка, так понимаю, это будет укороченная версия первого или второго сезона. Ну, какой-то части. Ну, зачем она, когда уже остальные сезоны вышли? Не знаю. Нет, написано, фрунбаскет, прелюдия. Слушай, а прелюдия это может быть наоборот, сюжет перед... Ну, перед... А, ты мне что-то... Понял. Потому что на картинке тут девочка вообще. А, подожди. Не, 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 стоп. Продолжение... Короче, непонятно. Я не понимаю. Что будет? Ну, ладно. Это... Когда идет, так будет. Как дойдет, так будет. Вот, поэтому под корзинкой мне, конечно... Я смотрел... Я вот смотрел только старый сезон, который 2000 там какого-то года. Сделал, да. Вот. И он мне понравился, да. Но он был незаконченный. Да. Это да. И тут, я так понимаю, продолжение. Манг продолжился, я не продолжение сняю. Ну, да, да. Скорее всего. Ну, я не знаю. Я... Почему-то вот у меня нет желания смотреть, честно. Во-первых, во-первых, начнем с того, что это все-таки сериал для женской аудитории, да, сделан. Это явно... То есть это не для мужской аудитории сериал. И... Там очень много на отношениях, разговоров, вот такого плана. Поэтому я... Я не знаю. На самом деле, вот я любил повседневность, но чё-то вот... Не знаю. Боюсь я смотреть повседневность. Окей, ладно. Значит, корзинку не зашло, понял. Смотрел ли ты, кстати, аниме, вот, знаешь, такое, тоже повседневность, деревенская глубинка называется? Там, кстати, уже много сезонов вышло. Слышно, да-да. Я, наверное, даже первые пару серий смотрел, скорее... Да, я смотрел первые пару серий. Ага. Не очень. Вроде неплохо снято, но, опять же, не моего жанра, в виде, может... Это, знаешь, аниме такое, знаешь, как оно называется-то? Я не знаю, как это слово... Я забыл это слово. Ну, вернее, я не так часто его использую. Ну, короче, суть этого слова в том, что это созерцание там чего-то там. Ты просто, знаешь, заходишь в аниме посмотреть чисто по чили. Если вот ты хочешь, типа, вообще не напрягаться сюжетом, просто включаешь, знаешь, вот, хочется тебе расслабиться, да, не напрягать свои мозги. Вот. Там чисто позитивное аниме, про дружбу там, про такое, про... Каждая серия, по сути, это отдельная какая-то история. Из жизни, вот, в деревенской глубинке. И там четыре или пять девочек, по-моему. Чё-то такое. Вот. Я посмотрел первый сезон, у меня было такое настроение, знаешь, типа, почилить. Когда будет ещё настроение почилить, я посмотрю второй сезон, думаю. Но неплохо. В целом зашло, да, знаешь. Но это вот, если, например, от такси, вот, можно в любой момент посоветовать человеку, то это вот аниме именно, если вот, вот, ты не хочешь вообще мозги напрягать, вот чисто, чисто вот ты хочешь почилить, да, это вот глубинка, лучший вариант, чтобы почилить. Смотрел ли ты, например, Доктор Стол? О, ты прям... То, что я хотел бы... Следующая тема, я просто Доктор Стол. Я смотрел первый сезон. Первый. А второй? Потом, когда первый сезон я посмотрел, как он там, 19-м или как он, 20-м году. Так. Потом я хотел посмотреть продолжение сюжета, пошёл листать мангу, полистал немножко мангу. Ага. Ну, ты, я так понимаю, по мангу снимаешься нормально. В общем, дальше... Ну, да-да. Мне не понравилось дальше. Не понравилось. Ну, то есть, если первые сезоны... Знаешь, во многих сериалах основная проблема это даже не только в сериалах, в аниме-сериалах, это в любом произведении, книжное произведение, будь то, либо сериал, это рама. Есть хорошая завязка, вот, начала. Хорошая какая-нибудь история там. Идея, да? Задумка. Идея, задумка, да. Но чаще всего, как бы, первые серии, они эту идею вот тебе рассказывают, а дальше, когда начинают ее развивать, они, ну, сложно развить получается. Это надо уметь, как сказать, эту идею... Давай так. В общем, не говорил мой учитель в свое время, ну, там, по моей профессии. Если есть хорошая идея... Надо еще уметь развить как следует, чтобы она была конфеткой. И можно из нее сделать конфетку, если ты будешь над ней работать. И много думать, работать, развивать ее. Если есть... Там, правда, по-другому, на самом деле, был. Он начал с того, что, типа, если есть плохая идея, есть плохая идея, ты можешь сделать хорошую, если над ней работать. Есть хорошая идея, если ты над ней не работаешь, ну, не думаешь, это будет говно получше. говорит, у тебя идея хорошая, еще ты над ней работаешь, то ты гений. успеха обеспечен. Вот. И вот как раз везде вот такой подход. У доктора Стоун идеи завязка интересная, но дальше как бы там что-то все в какой-то междуусобице все это перелилось. Ну, да, вот я тоже с тобой я тоже свои пять копеек ставлю. Мне изначально идея прям прекрасная, да. Все люди нахрен превратились в камень, там, какой-то чувак сумел сохранить свой разум на протяжении, там, тысяч лет, скажем так. Какая часть какая-то людей выжила, там, свое поселение основало. Это прикольно, да. Мне реально тоже согласен, идея зашла. Но во-первых, они сделали как противостояние, да, типа, есть вот не знаю, деревня науки и вот есть деревня, там, силы. И они их во-первых, у нас среди основного населения или даже среди населения ну, вообще не так много накачанных людей, да. А они поселение нашли. Ну, ладно, один там супершкольник был, да, накачанный. Но все остальные-то откуда такие качки, знаешь? Откуда они столько качков нашли в современном мире? Я с этого орал. Потом я с орал нахрена им вообще всем драться, то есть, ну, это глупо противостоять науке в принципе, то есть смысл жить средневековом мире. Я понимаю, может быть, один человек такой есть, да, там, ну, два-три, но чтобы там целое поселение было такое, о, зачем нам, блин, жить лучше, зачем нам таблетки, там, которые лечат нам, ну, допустим, антибиотики, зачем их изобретать, вот, это с одной стороны напрягало, да, в целом противостояние, с другой стороны, этот чувак, главный герой, он слишком быстро развивал, я не знаю, мне кажется, они там каким-то нереальными темпами добивались вещей, слишком быстро прокачивали, и телефон собрали, и батарейки сделали, и все, все, и танки уже строили, хз, короче, очень странно, ну, вот, рейтинги вроде пониже у него, чем были, а смотрел ли ты, ну, хотя оно еще не вышло, да, стоит ли об этом говорить, но там уже прилично серии вышло, слышал ли так о аниме, ну, можешь записать себе, да, Platinum End называется, по-моему, на русский Platinum Исход, у него довольно-таки знаменитый первоисточник, там вышло, ну, он начал выходить в 21 году, сейчас вышло где-то 14, что ли, серий, ну, там 24 серии, можешь записать, сразу говорю, я просто, знаешь, это тот редкий случай, когда я читал мангу, и только потом посмотрел аниме, такое нечасто у меня происходит, у меня тоже такое нечасто происходит, так, ну-ка, давай, кто, кто, кто автор платинового исхода, первоисточника, кто автор манги, чем он знаменит, аниме звука, остальное химик, бэк, тетрадь смерти, да, да, ты, ты, все один человек, да, и платиновый исход, это его последняя работа, Бокуман еще ты забыл, подожди, 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 он написал тетрадь смерти, Бокуман, и платиновый предел, тетрадь смерти, Крым, Оба Цугуми, да, да, Оба Цугуми, не то посмотрел, Бокуман, тетрадь смерти, да, я тебе предлагаю оставить, могу тебе рассказать начало с первой серии, или не хочешь, не надо, не надо, понял, хорошо, в общем, в целом, очень интересно, ну, не без незасталков, ну, только главный герой напрягал, очень сильно, а так, в целом, очень интересно, я просто читал мангу, и манга мне тоже, понравилась, а я еще подумал, может быть, ее экранизируют, и прошло 2 или 3 года, ее экранизировали, да, так что, все как мне нравится, в общем, это себе запиши, так, что еще интересного, ну, в 2020 году был сериал, который в этом году будет продолжение, не люблю боль, поэтому вложил все в защиту, не смотрел, в 2020 году было интересно посмотреть, так как в 2021 году было очень много таких вот сериалов, иссякает, это? да, почти, это про виртуальную игру, ну, ну, да, можно сказать, иссякает, ну, да, сериал про чувака, понимаешь, 4 рыцаря попали, и один из рыцарей был щитом, типа, у всех молодых было, герой щита называется? герой щита, вот, он, щенка, которая тоже, типа, типа, по названию понятно, на самом деле, все, типа, она не любит боль, поэтому все максимально вкладывает в защиту, так, а второй сезон, второй сезон, он в этом году только будет, а, то есть, мне рекомендуешь посмотреть? можешь посмотреть, да, возможно, может тебе зайти, но опять же, не серьезное произведение, ничего серьезного нет, оно просто, как бы, развлекательный характер. Да, развлекательный характер. Не, ну, в плане герой щита был вообще невероятно хороший, кстати, очень ждем второй сезон, который должен выйти в 22-м, как раз таки. Да, в этом году много, на самом деле, того, чего хотел посмотреть, выйти, поэтому. Ну да, и герой щита, и вот, клинок рассекающий демонов, я, кстати, не выдержал, посмотрел, сколько вышло, лангуинги. Блядь, как красиво. Я, я не знаю, знаешь, вот, если в первом сезоне было всего пару моментов, от которых у тебя просто отвисало челюсть, такой, типа, блядь, как они это нарисовали, то во втором сезоне, то во втором сезоне, я не знаю, у меня вот уже на протяжении пяти серий челюсть просто отвисла, я такой, блядь, да сколько они могут так красиво рисовать, нахуй, я просто в шоке, если честно, от, клинка демонов в плане рисовки, в плане рисовки. Рисовка вне, просто вне, вне, я думаю, это прям next level вот среди всех сериалов, они, они просто, знаешь, вот, они такой, нарисуем всю серию сакугой, и ебанули, блядь, всю серию, нахуй, в красивые рисовки, я, я не знаю, сколько они денег вложили, но, но походу хорошо вложили, вот, да, что, а вот, ну, я тебе еще советовал, да, там, оу, самарей, ранкинг, о, боже мой, это просто, топчик, я, я, я даже не знаю, с какого возраста дети, можно его смотреть, мне кажется, осума, рейтинг короля, короче, а, вот, это вот, давай отдельно поговорим, ты посмотрел его? Смотрел, да, 15 серии, 15 серий, я же, я, блядь, вчера только его посоветовал, ты издеваешься, ну, давай поговорим, пока на больничном было время, и ты решил такой, ну, не вышел до конца, ну, хуй с ним, ну, феникс же советует, ну, давай, первая серия мне не понравилась, мне тоже, так, но, где-то вот там вторая или третья серия, тоже стараюсь давать сериал, всегда шанс, я продолжу смотреть, дальше мне понравилось, как они начали развивать, понравилось то, что, персонажи, хорошо прописаны, в любых случаях, они хорошо прописаны, и они не линейные, типа там, ни добро, ни зло, ни однозначные, да, 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 а мне черное и белое в этом плане, да, их поступки не совсем понятны, ну, я все досмотрел, 14, или 14, да, где-то так, вот, мне все нравилось, до серии, наверное, 10, ну, 10 серии, 10 серии они начали, я не помню точно, 10 или 12 серия, вот, когда там схватки начались, когда там, 6 вот этих преступников освободили, убежали, они сюда прилетели, начали что-то драться, как-то неоднозначно там, ну, тоже, да, спорный момент, я не знаю, ну, надо досматривать, сложно пока сказать, досмотрю, да, но, чувствую, что вот они, на какой-то серии, они просто начали сдуваться, прям, не дожали, думаешь, вообще не дожали, я прям, думал, сейчас будет годнота, вот, помимо того, в начале хорошо прописали чувака, сейчас я за секундочку говорю, в начале хорошо прописали чувака, что его слабость, он нашел, не он нашел, но по сюжету, мы его могли, да, ему могли найти его сильные стороны, где-то как раз, наверное, и есть то, что надо, как бы, в жизни стремиться, потому что не бывает полностью, как бы, бесполезных людей, бесполезных людей, да, всю каждую есть свои преимущества, вопрос просто, как ты их реализуешь, как ты их реализуешь, вот, давай, ты говори, ну, во-первых, ну, я не знаю, меня вот это не кринжинуло, как ты думаешь, наоборот, мне кажется, там все неплохо, я, я, я не могу пока оценку сериям давать, ну, очевидно, что с той силой, которую он получил, все бои будут происходить, ну, вот так вот, его способности, когда его учили, я так и предсказал, кстати, ну, я, я догадался, не знаю, для меня это было очевидным, какую он способность получат, в какой-то момент, ну, я понял, раз у него нет совсем силы, и он может только идеально уклоняться, то есть только одна возможность, как он может победить других, вот, ну, я не знаю, вот знаешь, какой-то вот, у сериала, вот, вообще у многих произведений, кстати, есть такая проблема, то они, знаешь, кажутся слишком детскими, то в какой-то момент тебе кажется, они слишком взрослыми, они вот как будто баланс, аудитории, на то, на которую они рассчитаны, они не могут попасть в этот баланс, что ли, все они какие-то моменты делают супер жестокими, другие слишком наивными, и вот, вот это вот, меня, вот это меня кринжует, реально, то есть, вроде бы, вот, там, чел, там, защищал королеву, там, дрался, и там, его там покусали, он уже сдох, но вот, магия нашего аниме, и он уже живой-здоровый, только глаз потерял, там, условно, вот, это тоже напрягает, вот, как будто они, ну, боятся, что ли, в более серьезные какие-то тона пойти, и все, мир, дружба, жвачка, это вот, кстати, такая же проблема у доктора Стоуна, он прям вообще кого-то там задеть или убить, прям боится, он, вот это меня тоже кринжевало, их там люди, короче, пытаются убить, там, проткнуть копьем, что угодно с ними сделать, лишь бы убить, но доктор Стоун и вот этот наш малой, они такие, не-не-не, они нас могут убить, но мы их убивать не будем, вот, это напрягает, вот, а так, в целом, сначала ты думаешь, что там один плохой, там королева, там плохая, а потом выясняется, оказывается, она и не плохая была, вот, и король, оказывается, этот мелкий, может, не самый говнюк, оказывается, ну, который, ты понял, да, его брат, главный герой, может, может, он тоже, может, он тоже, там, в другом месте, который я смотрел, я начинал в двадцатом году, такую смотреть, а ты смотрел ли прошлые сезоны, я вот, кстати, не смотрел, больше, я вот и говорю, я первый сезон посмотрел полностью, мне понравилось, ну, опять же, понравилось, знаешь, так, под фильм, ой, под фильм, говорю, кушать, приготовишь, кушишь, одну серию, посмотришь, больше одной серии, не идет, то есть, это именно, вот, знаешь, периодически, посмотреть этот сериал, потому, что есть сериал, как, рейтинг королев, который хочется сразу, и все посмотреть, а есть сериалы, которые, тяжело смотрятся, да, я понимаю, я бы не сказал, что они, тяжело, это такие, знаешь, типа, ситкомы, вот, я друзей смотрел, ты, знаешь, да, вот, мне он вообще не нравится, его тоже много не посмотришь, я просто, как пример привел, есть ситкомы, которые ты смотришь, там, раз серию в день, да, там, и тебе нравится, да, да, вот, это, типа, ситкома, как бы, вторую сезон не смотрел, ну, планирую, скачал, у меня лежит на винте, ну, первый сервей, то посмотрел, и, в принципе, можем будет досмотреть, потом, то, что мне, как по мне, а, ну, вообще, в чем, как бы, ну, в чем там, интересно, ну, расскажи мне хотя бы, там, первую серию, или что-нибудь такое, в чем прикол, я просто, все, что я по этому сериалу видел, как какая-то милая девочка из этого сериала, начинает танцевать и петь песенку, это самый знаменитый видос из этого аниме, есть девушка, председатель, не председатель, а зампредседателя школьного совета, есть председатель парнишка, оба они интеллектуально очень сильно развиты, и это тот случай, когда ума слишком много, ума слишком много, и из-за этого они страдают, страдают в каком плане, они друг друга испытывают симпатию, и постоянно пытаются друг друга переиграть, короче, у них такая, знаешь, негласно идет война, типа, кто спровоцирует другого на какие-то действия, и оба пытаются друг друга спровоцировать, но так, типа, неявно, поэтому он называет, ну, люби, как-то на войне, там, он называет это, да, 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 вот, с точки зрения вот этих всех стебных моментов, это, конечно, очень смешно смотреть, именно, как они пытаются постоянно друг друга, там, и в конце каждой серии, а там бывает так, что серия 20 минут идет, да, а внутри серии, она еще разбита на эпизоды, на три там может бывать эпизоды. О, вот я не люблю, я все-таки люблю цельные сюжеты. Вот, и они постоянно, там, типа, рассказывают, там, день, в одном эпизоде, один день, условно говоря, вот они, типа, день там начался, они пришли в школу, и начинают друг друга там подстебывать, и в конце каждого эпизода, там, типа, сегодня победил, там, как бы счет 1-0, или наоборот, ничья, короче, они постоянно такой итог подводят. Но в целом, вот именно вот эти все моменты, сюжет хорошо написан. Именно вот с точки зрения того, что там надо все вот эти микро-моменты прописывать, а не просто там линейный сюжет, ну, условно говоря, в любом там синий, там, понятно, что там есть зло, идешь, сражаешься, развиваешься, то тут, допустим, очень нелинейный сюжет, постоянно какие-то новые приколы он придумает автор. И вот только с этой точки зрения, но это не явно, понимаешь, если ты не будешь об этом думать, типа, если тебе, опять же, не понравится сериал, то это ты не заметишь. А если ты начинаешь смотреть и вот цепляет, то дальше, конечно, ты эти моменты начинаешь подмечать, что тут надо подумать, конечно. Вот. Из того, что огорчило, пятый сезон моей Геройской Академии. Я не посмотрел, по-моему, про что там было, давай, ну-ка, вкратце, что там происходило. Не, именно, вот я первый серий только смотрел, я дальше забил, короче. Мне, кажется, сериал скатился вообще сильно. Ну да. И с тем, что первые серии были, и вот он реально тоже пошел резко очень вниз, в моем рейтинге. Ну и не только в моем, насколько я вижу, и по рейтингам он упал. Упал, да. Кстати, вот вышел, кстати, четвертый фильм Евангеллиона, смотрел ли ты его? Нет, не смотрел. Я рекомендую, вот от души рекомендую посмотреть, если не помнишь, то вообще, ну, все эти, ну, вот не Янта, ну, все новые четыре полнометражки были, очень рекомендую посмотреть, что они наконец-то... А? Это финал? Да, это финал, больше не будет, и там точка поставлена. Мне кажется, они... То есть, первые два фильма хорошо, третий в плане сюжета очень сильно просел, там прям перемудрили, но четвертый фильм, все хорошо. В четвертом все хорошо. Я бы сказал, очень хорошо. Надо бы посмотреть тогда. Ну, пока, сейчас пока не хочу смотреть. Не, ну, я имею в виду так в целом, для себя можешь заметку поставить. В общем, из такого, что глобального вышло. Вот. А смотрел ли ты «Токийский мститель»? Я вот... Не все серии посмотрел. Слышал, но не смотрел. Я, наверное, даже скачивал его, но что-то не зашло мне. В какой-то момент... Удивительно. А ты... Ну, я думал, что тебе зайдет. Возможно. Возможно. Сейчас нам давно... Время давно, а у меня вкусы немножко начали меняться, и... То, что раньше заходило, сейчас может не заходить. А-а-а... Понял, понял. Может быть. Я, кстати, еще вспоминаю Иссикая. Знаешь, вот я забыл название его. Но... Там, короче, не длинный Иссикай. Там суть... Суть в том, что переродился убийца, короче, наемный. И... Ему дали задачу, короче, убить главного... Ну, убить героя, короче, который... Типа, он говорит, что вот, мы тебя направляем в мир, там, через сколько-то, там, 10 или, там, 12 лет... Я не помню, какой-то срок какой-то... Такой, да, примерно. Появится, типа, с героей, тебе надо его убить. Вот. Не смотрел ли я такое аниме? Исикай. Возможно, тебе за... Оно, кстати, неплохое. Знаешь, вот, типа, на 6 баллов такой хорошо... Хрепкий среднячок. Мне кажется, тебе, ну, может заинтересовать, скажем так. Как назвать? Блин. Так, сейчас. Давай, называние. Там очень классный опинг. Боже, блядь, я его каждый раз посмотрел. Так, убийца. Исикай про убийцу. Лучший в мире ассасин. Во. Лучший в мире киллер ассасин. Во. Я тебя понял. У меня, я как раз открыт сейчас был. Я как раз... Ну, знаешь... Потому что я его не смотрел, но он в рейтингах неплохой имеет место. Я посмотрел все, залпом, кстати. Там, в следующий... Ну, во-первых, ну, как бы, мне не понравился last fight, скажем так. Но он не last, потому что будет продолжение. Вот. Вот. Очень неплохо. Я скажу, очень красивые девочки, много девочек. Даже гаремчик небольшой, я бы сказал. Вот, я тебе в личку написал. Ну, ты, наверное, нашел, да? Я уже сказал, даже поставил закачку. В целом, неплохо. Я скажу, что такое, ну, на 6 баллов, наверное. То есть, прям, ну, даже получше с Лизи, наверное, будет. Ну, в Слизи, видишь, в Слизи миллион персонажей наплодили, и ты уже... И они все такие, типа, супершаблонные. Здесь как-то, ну, не знаю, повеселее. И тут еще немного серии вышло. то есть, там, он коротенький, может сказать, возможно, там будет продолжение. Вот. В целом, прикольно, там есть магия, он пользуется магией, как обычно. Но по-другому. Ну, то есть, у него нет, короче, у него нет такого, что он супер прокачанным становится. Вот. Ему дают, короче, выбрать пару перков в начале. И он, вернее, ему говорят, типа, вот, брат, тебе надо убить героя. Ну, вот, у героя, короче, может быть таких способностей 20, и они там все С ранга. А ты можешь только по одному, короче, рангу, там, одну способность. А ранга вторую, там, Б ранга, там, С ранга, Д, и, короче, только по одному, у тебя всего 5, а у героя, там, их и 20, короче. И он вот, из всего списка способностей выбирает такие, которые между собой идеально комбинат. Ему позволяют выбрать при рождении, вот. И он не берет какие-то читерные, знаешь, там типа пожирание, или там получить там много всего, ну, как вот обычно берут. Возьмем способность, которая там делает миллион других способностей. Вот, вот нет такого, и количество способностей ограничено очень сильно. В этом плане он, конечно, наверное, даже на 7 баллов, да. В целом, очень приятное впечатление оставил сериал. Ну, с такой, типа, можно посмотреть залпом, и, типа, он не напрягает, он не бесит. А не помнишь, был аниме-сериал, не помню, в 21-м, либо в 20-м году, в 20-м году, про воина, который, типа, богиня есть боги, мирно силен богами, и каждый бог выбирает себе воина, которого призывает. Фейт стоит на это? Нет. И девчонка призвала код тамбой, а он очень любит обезопасивать себя, и постоянно качается, короче, там. Нет, нет, не смотрел, нет. Я вот не могу спать название, дико прикольная вещь была. Сейчас найдем эту эту тему. Ладно, сейчас буду правильно искать, и из того, что еще смотрел, то, что проходники, но... Ты смотрел пять невест? Два сезона вышло? Тоже не смотрел. Вот. Ну, такой... Если нравится такой же, то можно посмотреть. Я... Ну, не то, что можно... Это хоремник? А? Это хоремник? Это типа гаремник, да, но такой лайтовый. Вот. Сейчас, сон, сон, у меня вроде будет. Хост, скажи мне, пожалуйста, хардкорный гаремник. Ну-ка, ну-ка, давай, хардкорный гаремник. сейчас скажет этот... Ну, как это аниме-то было, блин, про двух девушек-то? С парнем, который в одном... забыл. Ну, тебе очень понравился. Я, по-моему, тебе его советовал, или не я тебе советовал. Ну как, там парень, короче... не-не-не-не-не, там парень, короче, сначала с первой серии переспал с девчонкой, с то ли одноклассник, тот же в одной школе он учился, а потом приходит домой, она, блядь, и вы их родители решили поди... Ах! А там её есть. А что? Доминик Наканожи. А, да-да-да, Доминик Наканожи, да-да-да, всё правильно. Всё правильно. Две... Это хардкорный гаремник, да? Ну, для меня, наверное, по середине. Мало, мало там... Маленький гарем... Домикано, Домикано, да. Но мне кажется, это не гаремник, если честно. Две девушки — это не гарем, это треугольник. Ха-ха-ха. Да-да, вот сейчас, да. Давайте, пожалуйста, где три девушки и более. Хе-хе. И хардкорный, чтобы, прям хардкорный. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, потом, что ещё? Побрился, потом привёл домой девушку, смотрю, такой. Может, посмотри, просто прочитаю описание, пока. Какая я ищу? Так, ещё раз. Побрился. Побрился. Побрился, берёт моё и всё сразу. Я побрился и прилетел в школе. Что это? Что это? Что это? Это повседневность? То есть это даже не иссякай, ничего? Нет. О-о-о. Вижу кадр из первой сцены. Хе-хе-хе-хе-хе. А-а-а. Понимаю, понимаю. Хе-хе-хе-хе. процент немцы пишу ладно допустим кто то не понравился смотрел путь домохозяина потом хозяин даже не слышал потому что высокие у него не понравилось кстати я начинал смотреть первую серию я первую серию посмотрел первые там две или три серии не дроп ну да ну на любителя видим теперь на раз всем нравится можете не ты не на любителя просто мы не понимаем это ну вот такому потом чаще скажу добро пожаловать ватт и рума смотрел первый сезон второй сезон трубку м я понял о чем ты мне не приглянулся да не тоже такой с такой си потом потом что-то еще было не могу найти это сериал вот знаешь что самое забавное выделяются аниме которые вообще ну типа нестандартной рисовки типа вот от такси или там осом рейте осом ранки они вообще не с ну не стандартная такая рисовка для японии не как большинство сериалов и они выстрелили на удивление я скорее всего что-то смотрел но я уже и не помню что я смотрел потому что я их сразу выкидываю из головы обычно а слушай а вот это ты смотрел это вообще жесткая тема межвидовые рецензенты я нет серьезно ты смотрел это же жесткая эти мне такое не очень нравится это пример того эти который мне не нравится зато знаешь что я пересмотрел я вот я тебе скажу что я посмотрел пересмотрел весь цикл историй многотори серии вообще все в правильном порядке я не знаю смотрел ли ты вообще многотори а моногатари да я смотрел досмотрел все потому что много вышло а? и все а я вот посмотрел все и в хронологическом порядке и кайфанул наконец-то угу вот там классные эти вот там крутые эти просто 10 из 10 угу там например показ трусов школьницы сравнивают например с парадом планеты мне кажется это охуенно или например показ трусов школьницы сравнивают с рассветом солнце тоже великолепно там очень крутые эти но в прямом да я понял такое эти нравится а межвидевые рецензенты там ты все посмотрел сейчас я тебе скажу это название блин блин сейчас ну это надо будет блин я я зря его пропустил я его открывал но потом закрыл сейчас неужели и и и и Чтоб ты понял Не смотрел, да? Нет Ну, я не знаю Это может некоторым и понравиться А может не понравиться Я не смотрел, поэтому не могу рекомендовать Но я знаю, что вокруг аниме очень много хайпа было И кому-то даже зашло Не, ну если ты рецензенты посмотрел Не, ну рецензент там о другом В смысле, о другом? Не, ну там появится, что есть элементы разные Ну и здесь тоже как бы о другом Я нашел этот сериал Оно, кстати, не 20-го и не 21-го А вообще 19-го года Ну, что ты сказал, да Естественно, я вряд ли помню, что там в 19-м году-то было Такой сериал? У меня зашло В свое время Этот герой неуязвим, но очень осторожен Блин, что-то Типа микросколера Он там постоянно приходит драться Там Словно говоря, он идет на остров Там 50 уровня А он сам в 1050 Он постоянно себя максимально оббит Но это Столько дико Ну, короче, дойдешь У них какие-то крайности Вот, кстати, в сериале про паучиху Она всегда на волосок от смерти была В каждом бою Это, кстати, начало напрягать в какой-то момент Да У него уже там все Ее чуть ли не разорвали на кротче И потом Левел ап И она фулл отхиливается Ну шо, получается все? Я, по-моему, о всем, чем хотел, все рассказал тебе Вроде тоже все рассказал Он, кстати, свой список Они мы продолжим писать Я что-то забыл даже Что выписал Ну, у меня есть У меня 493 позиции заполнил А, ты мне счет вообще весь список? Просмотренного? Не, я уже давно забил у него Я только там по нему и держу Я в прошлом году последний раз заполнял его Ну, в прошлом году, в середине лета только Не, я периодически его заполняю Сейчас не так часто смотрю аниме Но все равно заполняю периодически Интересно, интересно Нет Мам, когда я не вспомню Я хотя бы уже сомневаюсь Что вот эти 500 Я заколюблюсь считать даже эти 500 пунктов Вот Поэтому я забил Вот, а так Че еще, че еще Слушай, из Давай Аниме Ну, это уже так У тебя записи идет Или это стрим, или что? Нет, не стрим просто записываю Я даже не факт, что выложу Просто записываю Вот такую вещь Я тебе советую попробовать посмотреть Вампиры? Это русский? Это русский Я слышал о нем Слушай, на удивление хорошая вещь Я такой же Я такую же Эту рецензию слышал Я ее посмотрел Я ее посмотрел Я ее, знаешь, когда я сюда приехал В Королевку У меня компьютера не было И надо было что-то делать Ну, там, что-то смотрел А потом Смотри рубль, вроде называется Это сервис, короче Бесплатно подписка А я, кстати, ютуб тоже бесплатно подписка Пока на месяц оформил Там же поставил Рекомендую тебе поформить Бесплатную подписку На месяц И попробую Я не рекомендую Ты ютубу не пользуешься? У меня все Нет, даже не в том, что не пользуешься У меня все удавления Нахуй уже отключены Сто лет назад Во всех программах Ну, это да Не могу просто Уведомление А, старт Старт называется Старт стриминговый сервис Вот на старте Я так подписку на неделю Оформил бесплатно И посмотрел все, что было там Посмотрел вот это И посмотрел медиатор Я оформил подписку на неделю И посмотрел, блядь, нахуй Весь стриминговый сервис Блядь, вот это жесть, конечно Нет, даже так Я немножко этот Я немного маньяк Не все, только самое интересное Ну, ладно Ну, хотя бы так Медиатор есть сериал еще Тоже неплохой, кстати Вот так называется Блин, вот знаешь Я так сразу и не вспомню, что я посмотрел Я что-то смотрел Но что смотрел Ну, кроме Игры в кальмаров, конечно Медиатор Два сезона вышла тоже неплохо Тоже русский Тоже русский Да, но я же говорю Старт-сервис Кстати, на удивление Некоторые российские сериалы Неплохо на Нетфликсе стреляют Из того, что Да-да-да, потому что Сейчас начали Через, что ли, снимать немножко Ну, через Зампиры прям вообще тема Я люблю, знаешь, тематику Бессмертия Когда Мне так же понравился А, я тебе сейчас Улицам Блядь, это настолько Ну, для меня лично Это вообще классно Мне историю Двесмертия Всегда прикалывало Ну, не знаю, как тебе Ну, вот представь Ты там Проходит 200 лет И ты Видишь, что происходит Через 200 лет Как изменился мир Мне бы хотелось узнать Что будет через 200 лет Ну Это типа Заглянуть в будущее Не только заглянуть Ну и как бы жить Пожить Заморозить себя в крио-камере Кстати, я забыл Хвост Еще одно аниме тебе рассказать Как я его мог пропустить Но Тоже Оно Свообразное Но Очень Во-первых, красиво нарисованное Во-вторых Ну, со смысловой нагрузкой Но я посмотрел мало Сразу говорю Почему я тебе его прям Ну, я не могу сказать Что оно там Хорошее, плохое Но первые там Серии 5 Я посмотрел где-то Ну, они прям Неплохо И еще Блин, я реально Не ово всем тебе рассказал И я еще посмотрел Виви Я не знаю Смотрел ли ты Виви Слышал Тоже Неплохой Ну, опять же Я не посмотрел все И поэтому Не могу тебя прям То есть ты Преоритет Чудо-йца Не досмотрел? Нет, не досмотрел И Виви не досмотрел Оба Почему? Ну Посмотрел просто 5 серий Пока что Не, я не дропнул Не, не дропнул Вот именно Я их прям сейчас смотрю Если быть точнее То есть я посмотрел 5 серий одного 5 серий другого И Ну, я везде посмотрел Короче Серии Я точно буду досматривать И вот это И вот это Вот оба Хочу досмотреть Слушай, ну Плохо вроде как По описаниям Надо будет этот Вечность Вечность Вот Кстати, да Я тоже видел Он вышел Давным-давно 14-15 года И, ну К сожалению Вот То редкое исключение Когда сериал Для меня лично Очень крутой И он по рейтингу Крутой Восьмерочка На АМТБ 8,3 даже И вы не продолжили Снимать Какой-нибудь говно Снимают А этот сериал Который Ну С одной стороны Может даже лучше Может он потом Скатился Но Я бы хотел Увидеть продолжение Сериала Прям очень Классно Это, кстати Проблема Многих Некоторые сериалы Не продолжают Некоторые продолжают Но делают Такое говнище Некоторые сериалы Вообще Не заканчивают Мы никакие Концовки Не получаем И это вот Везде Сплошь и рядом Это уже Прямо напрягает Поэтому, кстати На этом плане Вот Четвертый Евангелий Выглядит Как Островок Островок Законченной Истории Нам По крайней мере Из четвертого Фильма Понятно Зачем Добавлена Вот Новая Девушка В новых Полнометражках Это Как ее там Как ее звали Ну Очкастая Короче Да, да Я понял Я понял Если я Аску Рей Помню Синди Помню Всех Помню А как Не маме Ее звали Как же Ее звали Так Кто это? Мужики Здорово Не отвлекаю вас Здорово Йилдар Ворвался На подкаст Он Такой Не в курсе Да нет Говори Говори Не парься Так У нас тут Раз 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 Это небольшой Аниме Подкаст Записывание Блин Я понял Подожди Подожди Ты же смотрел Стой Я же смотрел Этот же Сериал От такси От такси Да Ооо Нихреку В смысле Как он посмотрел Подожди Хост Каким образом Ты нашел Его И как ты Его решил Слушай Ну я подписан На канал Джошу Зо Джошу Зо Так Я тоже знаю Он делает По кинокритику Как это По кинокритику Ностальгивающий критик Ну Вот И он там Периодически Делает Обзоры на аниме С чужого канала Вот И там Было такое Типа Вы пропустили Охуенное Офигенное Аниме Из Это был ролик Где-то в сентябре Прошлого года Наверное Сентябрь Октябрь И я вот тогда И посмотрел Мне очень понравилось Это действительно Очень похоже на Квентина Тарантино На его диалоги Бессмысленные Но такие жизненные Нифига себе Я не согласен То что они бессмысленные Мне кажется Там вообще В каждом диалоге Много смысла Заложено Слушай То что она занимается КПР Смысла немного Ну Это просто Рассказывает О персонаже Ну да Но оно Не особо Типа Я в этом плане Но оно как Чеховское ружье Смысл История по КПР То что Это чеховское ружье Она подвешена И в какой-то момент Она выстреливает И объясняет Зачем оно нужно В сюжете Хорошо Хост Ты со мной согласен? На счет бессмысленности Я согласен Что она не бессмысленная Ну то есть Там каждый разговор Имел какой-то Ну да Не в том плане Просто я когда смотрел Например Тут же Моя Геройская Академия Да Или Клинок Демона Там все фразы Сделал на то Чтобы продвигать сюжет Ну В основном То есть Просто так Ничего не говорится Ну Моей Геройской Академии Очень много Пустой был давний Просто Кайпи Нет Ну Это же Сёнин Они Они например С Баку Постоянно Спорили И эти споры Ни к чему Не приводят Частенько Это показывает Их взаимоотношения Подожди Сила из того Что я понял Сезоня А он сомневался Он сомневался Как такого Как он Может кто-то полюбить Тем более Она такая симпатичная Была Альпака Где альпака Купоэра Это конечно Тема Вот Чё ещё Посмотрел Всё Теперь Опрашиваем Илдара Давай Илдар Рассказывай У меня нет Подожди Ты всё-таки Смотришь Аниме Получается Ну Я смотрю Аниме Да Ну Это же Ну Я не знаю Сейчас Клинок смотрю Очень рад клинку Согласен Вот Хосту нечего добавить А я смотрю Ван Гуэнги Ну вернее Вот вчера Как раз досмотрел У меня было там Четыре серии пропущены Я вот смотрел У меня просто челюсть отвисла В плане того Насколько она красиво нарисована Пиздец просто Да Очень красиво Там просто Вот знаешь Вот Просто Вот Я не знаю Знаешь ли что такое Сакуга Это когда Аниме рисуют Обычное аниме Рисует там Четыре кадра Шесть Восемь Ну короче В 24 кадра Они дублируют Кучу похожих кадров И поэтому Ну во первых Мы видим статичную картинку У персонажа Открывается рты И все такое А вот Эти серии Они просто сняты Как будто Вот Нахуй вся серия В этой Сакуге И просто бой И вот Экшен Супер красивый Можно Не знаю Там включать И смотреть Смотреть Как они дерутся Это супер красиво В кадре пересматривать Некоторые моменты Они супер красивые Как взаимодействовали Этот Зеницу С Блин я забыл Главный персонаж Завод Офигеть Вылетел из головы Сейчас Танжира 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 Вот как они вместе Взаимодействовали Это очень классно Выглядело Хост такой Ну все Вы сочерпали Я пойду посмотрю Сколько есть серий Я это терплю Я Толик Который может потерпеть И посмотрю полностью Когда все выйдет Некоторые причины Надо Как сказать Уметь Дождаться Дождаться Да Ну что Илдар Что ты кроме Клинка смотрел И от такси Вообще удивительно Что он Он залетел Мы весь Сначала Подкаста Обсуждали Блин Можно я так Сори Я тебя перепил Ладно Мы все Начало Короче Подкаста Обсуждали Минут 20 Наверное От такси И вот ты Такой залетаешь Подкаст Когда мы уже Все обсудили И так и говоришь А я смотрел Ладно Говори Все Сори Что ты еще смотрел Из аниме Все Я больше ничего не смотрел Ничего не смотрел Да С Азатом Говорили Что там сериал Тед Лассо О Это кстати Моя рекомендация Хасту была Да Ну Азат Азат мне не рекомендовал Я сам нашел Ага Да Тед Лассо хорош Не Второй сезон Кстати еще не успел Посмотреть Он уже вышел весь Не буду спаливать Что говорить Повторой сезон Ничего не будешь Не, ну не буду спаливать Не, ну ты можешь Не, ну ты можешь сказать Понравилось Или не понравилось Хотя Для меня Понравилось Хуже чем первый Я посмотрел Где-то две серии Мне тоже так показалось Честно Чего-то там Не хватило Не дожали Не знаю Возможно Елдар Может я тебе Что-нибудь посоветую Может посоветую Человеку Да А что А ты какого плана Хочешь Аниму Посмотреть Слушай Я Ты вообще Много ли Смотрел Много ли ты Смотрел Да Да нет Немного Легкие в плане Насколько Легкие в плане Мне не понравилось Атака Титанов Не понравилось Да Я вот такой человек Мне понравился Первый сезон Согласен И я где-то дропнул На втором Что-ли Сезон Ну дальше Я не дропал Но блин Что-то там Не то Да А что тебе не нравится Атака Титанов А что тебе нравится Типа клинок Клинок Да Вот Академия Наруто А смотрел ли ты Хантера Подожди Хантера Хантера Нет Не смотрел Мне кажется Хвост это будет лучше Причем знаешь Смотри Причем смотри Именно старый сериал Не 2003 Там А 98 Года Хантер Хантер Называется Охотник против Это вообще Ну я не знаю Говорил ли Я уже наверное Много раз Говорил Ну типа Это лучше Сёня На мой взгляд Я думаю Он сойдет Я тоже думаю Что О Слушай Я смотрел Знаешь Какое аниме В котором Разочаровался Про башню То ли башню бога То ли Там Все появляются В поле И не понимают Что происходит И там Типа игра На выживание Это ММО РПГ? Нет Нет Первая Первая миссия Это убить Противника Своего Типа Патанс Насколько я знаю Хсекай Как это называется Хсекай Нет Башня бога Так и называется Аниме Ну башня бога Наверное Так называется Но под конец Сезона Что-то с ней Стало И она Из Я не знаю Илдар А вот Психопаспорт Ты смотрел? Психопаспорт То же самое Что Моб Психа Нет? Нет Это Психопаспорт Моб Психа Это Моб Психа А Психопаспорт Это Псих Вот посмотри Мне кажется Это Настолько Мы к этому движемся Если Если тебе Прям вот Первую серию Сказать Короче В будущее Это Киберпанк В будущем Короче Изобрели Такую систему Называется Тивилла Она позволяет Считывать Психопаспорт Любого человека Может Ну короче И понять Хочет ли человек Допустим Может ли он Кого-то убить Может вычислить Сразу Преступника Или потенциального Преступника Вот Просканировать Человек Короче Он сканирует Людей Это Эта система И позволяет Понять Преступник Это Потенциальный Преступник И так далее Вот нам Рассказывают Про отдел Который Борется С теми Преступлениями Которые Этот сканер Ну не засекает Или не так срабатывает Или еще что-то Короче Вот Мне кажется Из-за арте Задет Смотри Смотри Хорошо Да прям Супер Классный сериал Непроходной И Кстати Он Вышел С великолепной Озвучкой Кстати Хвост Я недавно Его посмотрел Я когда Выскачивал Его прям Полностью Озвучивали Я просто В шоке Был Насколько Он хорошо Ну типа С дубляжа Сделан Голоса И все Такое В общем Мне понравилось Вот Ялдар Ялдар Записал Хантер 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 Я записал И психопаспорт Хантер И психопаспорт Да 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 А ты Это Ялдар Прогу сейчас Ищешь Аддоны Хочешь поставить Слушай Нет Я зашел В игру И потом Вспомнил Проддоны Я пошел Сейчас пока Продался Пару миссий Выполнил Чтобы Это вы Про что Мы Всех людей Посадили на Elder Scroll Online Понял Я вас видел Прям жестко Я бы тебе сказал В плане Мы начали Играть С Русом Заново Мы В последний раз В 15-м году Запускали игру Ну Я по-моему Тоже 6 лет 6 лет прошло Мы вот сейчас Ее запустили Там же платные Да Эти Аддоны А? Платные аддоны Да Надо покупать Если Тебе нужны аддоны Да Аддоны Можно платные Купить Но мы вот сейчас Всем 824 гривен Стоило Это 30 февраля Здесь стоит Blackwood Плюс еще Пару крупных аддонов Альфон Типа в плане Этого Выгодная покупка Вот у меня На работе Коллега купил Илдар купил Регину купил Кто еще Здесь тут Эти играют Как зовут Пупсень Вупсень Нет Эстония не зашла Тогда еще 15-го года Заходил Мне не понравилось Я тоже Заходил Мне не понравилось А как его зовут Мангус 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 Тут вопрос О том Что над игрой Они работали Они сейчас Все Делсишки Новые Которые Выходят Они очень А там Какая Боевка В плане Боевки Скайриме Как в Скайриме Да Понял Они сейчас Рейды Или рейды Или подземелья Сколько человек Вот смотри Есть Одиночные Есть на 4 человека И есть триалы Так называемые На 12 человек 12 человек Рейды Это максимум Понял 12 это максимум Но вот эти 12 Это прям Надо жопу рвать Прям там Все не так просто Ну я понимаю Это логично Но сейчас Говорят Сейчас же Вот Из всех ММО ТСО неплохо Себя чувствует ВОВ неплохо Себя чувствует Ну я имею ввиду Там где люди играют ТСО ВОВ И Ну естественно Файнл Фентэйси 14 Финалка Наверное даже больше Чем ТСО набрала Говорят там Все последующие Аддоны были великолепными Проблема в финалке А кстати Ты СО переведен на русский Или нет Да Сейчас перевели на русский А перевели на русский Он в 15 году Когда мы играли Он был на английском Он был на английском Сейчас Сейчас полностью На русский перевели Притом чуваки Которые переводили Я так понял Они продали свой перевод СОСа Ну разработчик А ну Вообще Я тоже знаешь Иногда поражаюсь В плане К играм Так бывает Как Кельтофанаты Там перевели игру Ну уже все Типа есть готовый перевод Разработчикам Типа напиши Дай им там Я не знаю Тысяч 10 Или сколько Наши переводчики Реально много не просят Я думаю Ну кто переводит Ну не 10 Я условно говорю Ну это для издателя Копейки Да по сути Просто встройте В свой Ну клиент игры Официально Ну поддержку Включите И все Типа там даже работы Не надо Ну минимум Вот Чего они так не делают Вот Мне тоже непонятно Кстати Слышал новость Microsoft Сейчас тоже игры Будут свои дублировать На русский Будет две игры С русской локализацией Выйдет Во-первых Они хотят Я не знаю Слышал ли ты Про игру Психонавт Психонавт Вот Вторая часть Вот я проходил На стриме Я проходил первую А вот хотят Вторую Ну вторую часть Ну первую же Она выходила От Еще вообще В Борода Хрен знает Миллион лет назад Она выходила Ее в тот момент Переводило там То ли Бука То ли какое-то Наше издательство Вот И она была вообще С озвучкой С субтитрами И именно такую версию Я проходил на стриме А вот вторая часть Она уже без перевода Вообще вышла А там очень много Разговоров И Ну имею ввиду Там хорошие диалоги И их интересно Слушать В общем Кстати хост Могу ребенку посоветовать Психонавта Поиграть Очень Именно для детей Сделана игра Прям Окей Запишем Ну пока Моих ряд Нет Надо этот Перевезти Я еще Поклетом Перевезу Сюда Че-че Меня в тюрьму Посадили Блядь Блин А что там Можно и в тюрьму сесть Да там Есть вместе Один цепочек Про тюрьму Ну там Разные приколы Есть на самом деле Про тюрьму Это знаешь Как в космических Рейнджерах было Тоже Я не знаю Играл ли ты Нет Ну короче В косморейнджерах Ты мог Взять долг Короче Ну какую-то Большую сумму А потом не выплатить ее Попасть в тюрьму В тюрьме Там можно было Чем только Можно было Короче Устраивать там Таракани бегая Разбогатеть на них И выйти из тюрьмы Дать взятку Еще что-то Можно было Блин Стучать на своих Ну То есть Это прям целый квест Тюремный А можно было Просто как работяга Отсидеть И выйти С деньгами Короче А можно было Типа там Боссом стать Забавная история Забавная Потом Что еще Забавного Сейчас кстати Вот Как ТС онлайн ТС это же Элдерскорл онлайн Вышла игру В которую Ганс гоняет Ганс Онлайн 2 Про Мортал комбат А не Мортал комбат Решили сделать онлайн Игрой Ну они Чуваки Короче Какие-то там 15 человек Собрались Любители Серии Мортал И Забабахали Я Я Я Я Всегда Поражаюсь Гансову Потому Он всегда Блять В какие-то Но он Нейм Игры Блять Играет Я Охреневаю Он каждую неделю Игры покупает По 500 По 1000 По 2000 Я прям Охреневаю Я тоже На обеспечении Жены Сейчас сидит Да Уже год Где-то Забавно Не Ну Мортал онлайн Кстати Она Не сильно Известная В целом Но на самом деле Она Этот Ну много Кто ее ждал Я Почитал Мортал онлайн Да Это Это разве Мортал комбат Я Я смотрю Видео Это вообще Не похоже На Мортал комбат Это Какая-то Средневековая Игра Напоминает Напоминает Боевка For Honor Короче Ну это Алло Да Да Вы просто так замолчали Я поэтому испугался Илдар Вообще поход свалил Да Нет Почему Я слушаю вас Я имею ввиду Ну это вообще Хост Я вот смотрю Видос Мортал онлайн Ну это типа Это не Мортал комбат Мортал онлайн Это просто Средневековая Фэнтези Ты? А я вот так Был в Мортал комбат Нет Нет-нет Это как Не знаю Как ТСО Ну боевка Из For Honor Не я просто Просто ганс Чтобы он играл Блин в Мортал комбат Ну Мортал комбат Это же все Какие там Персонажи Так я блять Нихуй знает Я не фанат Мортал комбат Знаю что там Есть электрический Ледяной Скорпион Блять Еще какие-то И я посмотрел ролик Короче Я в ролика Видел пару там Электрических способностей Я подумал Что это реально Смортал Сейчас ролик Сморишь Там видишь Этот 35 баксов стоит Да Не нахер Я покупать не собирался И просто Удивился Как Ганс Играет Мортал комбат Я не знаю Мне кажется Он знаешь У него в какой-то момент Произошло то Что он когда-то Ему надоел Вов И он начал После этого Вот одну ММО за другой Короче Это просто человек ММО РПГшник Он заходит в одну Что-то блять Там делает Я даже не знаю Вообще Он чего-то там добивается Ну как бы Без понятия Короче Ну как бы А его успехов Не могу судить Знаю что он Что-то там делает Донатит Еще всякую хуйню Потом говорит Блять А можно ли Вернуть игру На хуй Когда она играет Мне там Часов сорок Или пятьдесят Такой Да Вот И запускает Следующую ММО И так Короче Из одной В другую Мне на пару минут Надо отойти Будет Лекарства Попить Сейчас я Подарю А ты Илдар Значит Вы играете В ТСО Ну я Вот вчера Только установил И полностью Начал играть А вчера Но ты не покупал Я Почему Купил А именно Купил Я понял Он уже платный Бесплатный Нельзя в ней играть Там же есть Какой-то Пробный Разве нет Блин Ну может быть Демка есть Но я Купил сразу А Отдался Сказал Типа Купить Еще Сделал Не пожалеешь Снимай Штаны Ну Плати Ну Не Нормально В принципе Со скидками Да Нормально Вышло Всего Типа У меня Тысяча Рублей Вышло А там Один раз Покупаешь И все Или там На протяжении Один раз Покупаешь Все Понял Я уже Два часа Короче Сто Тренджем В этом Дисе А Да Ну я думаю Кстати Надо Закончить Тренджем Тренджем